привет всем любителям пошаговых игр и сидмер civilization 6 вы видите и слышите алексея халецкого это значит что вы на канале лёша играет и очередное прохождение нашей любимой цивы ну в данном случае 6 5 4 и 3 иногда и даже очень редко 2 и 1 все цивы на канале имеются недавно вышел патч к шестой цивилизации внезапный совершенно он изменил некоторые цивилизации особенно мне понравились изменения юлия цезаря и за рим за рим согласитесь приятно сыграть я думаю это одна из любимых цивилизаций многих из вас кстати напишите напишите в комментариях даже не скажем так не про ту цивилизацию которую которая сильна по вашему мнению в шестой циве а именно за которую вам нравится играть вот эти вот мы же отыгрываем роль в некотором смысле выберем какую-то цивилизацию как бы ведем ее к процветанию знаете кому-то там нравится взять цивилизации древнего мира которые ушли в небытие кому-то нравится вот великие цивилизации сыграть я уверен что рим в этом плане будет одним из самых популярных так вот я решил за юлия цезаря сыграть против искусственного интеллекта традиционно я выложу сейф первого хода чтобы вы могли параллельно со мной проходить на последнем уровне сложности будем играть на божестве и еще один мод на искусственный интеллект попробую чтобы он был получше давайте теперь к настройкам ну что ж кто же выйдет на мировую арену против юлия цезаря мне кстати вообще предлагали сыграть на карте средиземного моря но во первых у меня есть партия даже помощь сетевая на карте средиземного моря и мне кажется не так интересно когда ты знаешь где кто находится заранее вот поэтому я оставлю карту континента огромную на 12 цивилизаций и постарался собрать здесь соперников которые как-то связаны с юлием цезарем или вот с древним миром ну конечно же ставим клеопатру которая была любовницей женой юлия цезаря родила ему сына цезариона который претендовал какое-то время на римский трон посмотрим как она будет против юлия цезаря решил взять династию птолемеев ну есть клеопатра просто египет из династии птолемеев просто так как она более новая посмотрим естественно не можем его здесь без карфагена который в 6 который в 6 циве называется фигики но столицу него карфаген рим без карфагена деньги на ветер ставим галлов с которыми катя юлий цезарь в свое время дрался и даже он карикатурно выведен в комиксе про астерикса и обеликса так что галлы тут тоже должны присутствовать одна из частей римской империи будущий правда это из будущего конечно феодора но от юлия цезаря феодора примерно 400 лет от стоит вперед ну к сожалению поставить прям один в один чтобы были современники юлия цезаря как клеопатра не получится но мне кажется чтобы еще и византия была тем более что это новый лидер опять же и часть как римской империи как она будет действовать интересно кир ставим персию персию как одного из соперников римской империи к сожалению здесь что кир не рядом с юлием цезарем это по-моему 6 век до нашей эры кир что надир шах другой лидер это вообще 18 век кир более близкий по времени к юлию цезаря оставляю его и естественно ставлю тамирис и скифов как главных соперников персов и тамирис вообще-то то кто убил кира второго великого дальше я уже постарался просто ближайшие исторические фигуры чандрагуб то это тоже где-то третий век до нашей эры александр македонский третий век до нашей эры циншу хуанди это третий век нашей эры тоже ставлю вот освободитель это новый из лидер паса ну а хамурапи и гильгамеш это оставшиеся что один что другой мягко говоря могут быть вообще легендарны ну хамурапи вроде как доказано что он существовал но он это это помощь 16 век до нашей эры ах а гильгамеш это вообще мифическая фигура вот прям стопроцентных доказательств такой чувак был нету но вавилон у нас традиционно проверка на научность чтобы мы войну не упарывались от уже в развитии играли и шумеры это предвестники вавилона предыдущие ну и в принципе вот из оставшихся древних цивилизаций больше не было из настроек божество древний мир скорость игры быструю ставлю мне кажется против компьютер это интереснее чем сетевая или или более медленная стандартная континенты карта огромная все остальное стандартное из режимов оставляют только монополии корпорации потому что с случайными технологиями социнститутами компьютер просто не умеет играть как я уже говорил а с воровскими кланами я в последнее время постоянно играю решил ради интереса просто с воровскими поселениями поиграть мне кажется и так и так интересно лично для меня не всегда интересно чтобы появляются даже но с воровскими кланами по идее сложнее потому что у тебя не появляются новые города государства которые бонусы дают и разграбление воровских кланов например вам дают озарение еще сверху то есть без них играть сложнее должно быть вам как по развитию все остальное стандартное давайте я еще сделаю врезочку про моды которые я использую потому что вам они нужны а вот и моды которые я использую вот те которые включены в основном все они на интерфейс просто чтобы было удобнее в некоторых местах им пользоваться а на искусственный интеллект вот вот этот roman holidays ai rework как автор его заявляет в первую очередь он нацелен на то как будут юниты ходить компьютерные что они будут более тактически грамотными вот это собственно и проверим напоминаю что все моды вы можете найти на моей на моем на моей странице сборников модов ссылка в описании в прикрепленном комментарии просто переходите вот те которые я тут включил у себя то себе скачиваете включаете иначе вы просто не сможете сейф мой загрузить без этих модов и вот теперь я думаю надо начинать игру будет интересно поехали так какие же способности у юлица и особенности особенности пришел увидел победил 300 золота за захват каждого города и аванпоста варваров то это на стандартной скорости так будет 220 я думаю где-то после исследования литья бонус увеличивается до 500 то бишь где-то до 400 я думаю и после исследования стали 700 то есть наверное где-то 500 чем-то кроме того плюс 5 боевой мощи против варваров и стандартное количество опыта в битвах то есть с карточкой на плюс 5 будет уже плюс 10 против варвара так появились на какой-то на каком-то побережье прям вообще две рыбы черепашки вообще нормальное место я б тут жил я б тут жил так если так ставить то 4 роста и блин я думаю что надо с воинов начинать нос если с армии я бы тут скаутов не строил а если так 46 а так 55 и давайте рост в первую очередь тогда до скаутов не буду мореходство ускорили азия-америка у нас континент азиями азия-америка азия-америка так ну животноводство тут стандартная фигня потому что надо лошадей увидеть но у нас не стратегический баланс так что не факт что лошади будут так вот у нас 200 монет кстати надо перейти пытаться да это уже практически поселенец этот 220 где-то даст а поселенец 210 стоит надо убивать тем более что у нас плюс 5 уже как бы есть против а он на холме блин сложнее будет хотелось бы конечно свод законов открыть чтобы еще плюс 5 поставить но никак 27 а у нас 34 у нас по-моему два удара нет не опыт садре 3 удара значит постоять сейчас пока будет блин правда так я все правильно все правильно тут и лошадей ма просто нету на чем мы тагадым кать будем ни на чем будем грустно и стоять но на на лисах наверно придется это мы все собирать будем рыбы пшеницу пшеницу к счала ферму поставим чтобы орошение ускорить а так в принципе все будем так горное дело ну кстати животноводство мы открыли мы можем меха обработать вообще я бы в орошение шел не да даже нам наверное мы ферму на кукурузе поставим просто думают открыть минер надо мореходство открыть то есть я три знаете какие клетки обработаю меха кукурузу и скорее рыбу одну они нет черепаху что я говорю меха кукурузу черепаха вот поэтому нам мореходство надо соседей мрамор есть соседей не видать тут мы стоим пока лечимся тундра вот сверху неприятно мы где-то рядом с этим город ну где-то тут будем ставить город явно раз два три может быть прям сюда возможно леса во первая руинка только встреченная ромул и рэм у меня считаете вот эти вот пока еще не убили друг друга я забыл потом кого ромул рэма по моему завалил плюс 5 ну и на пантеон а вот теперь можно и про атаковать и у нас уровень будет мы следующим ходом апнемся так этой этим прачником вверх наверно сходим этим конечно к руинке че 1 рынка и 33 жителя это уже все у нас предел потому что реки нету поэтому на производство переключаемся я думаю мне третьего прачника доделывать или начать уже сразу строителя делать наверно пока с двумя походим потому что у нас предел по городу нам надо что-то поделать чтобы ну ферма даст и кстати лагерь по моему тоже пол жилья дает до пол жилья лагерь пол жилья ферма уже будет плюс жилье к тому же нам фермой надо ускорить будет орошение уровень вовремя сразу два так сути а на скаутов по моему не действует зону контроля так что тут стоим их ждем так что я хочу вообще хочу рабочего скаута да ну кстати тоже неплохо в данном случае мы их не строили поэтому так это интересно озеро озеро и дают двести двадцать одна монета что покупать уже сразу поселенца 1 2 3 пока непонятно куда ставить ну тут где-то будет но это не знаете это не тот город ради которого хочется спешить мне кажется куда-то сюда надо вот тут посмотреть ну наверно стоит купить уже поселенца пускай уменьшится количество жителей чтобы город начал опять расти на тут пустыня какая-то блин какие-то места и тут еще это и нету ну пресной воды вот в этом месте игра предлагает прям на мрамор бахать но мы тогда каменную кладку не ускорим блин а вот тут пресной футовое оазиса и озеро точно точно это далековато пока просто стоим блин вообще не про ну вот тут ведь она мрикам предлагает игра нам явно где-то здесь придется на без 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 пресной воды ставить но надо так как-то чтобы он остальные влезли блин не хочу вообще какие-то места тупые честно говоря конечно круто но просто везти туда город ладно пойду пока как-то так то есть можно будет и туда и туда пойти но вообще мне не очень конечно есть рыбацкое судно стрельбу из лука продвинулась потому что убили прачником скаута этого еще надо завалить вообще сюда интересно я потом куда нибудь повыше поставил тут блин я тут даже никуда не могу нет доступа к пресного я даже не смогу получается подождите дайте так тут еще мрамор просто думаю может здесь еще какая-нибудь гора есть хотя я бы наверное увидел блин реально непонятно куда города ставить международную торговлю это нам с рынке дали или мы континент нашли с руинки кстати давайте тогда международную торговлю открывать пока работку бронзы это мы трех варваров убили ускорили обработку бронзы так тут давайте ворошение пойдем потому что нам надо меха обработать потом мы обработаем кукурузу суще возможно мы даже тогда не черепаху будем а возможно и цитрусовые обработаем но в любом случае кукуруза нам надо будет сначала блин я не могу решиться куда мне идти поселенцам реально игра тут предлагает а вот как лагерь варваров надо туда идти захватывать ну что на мрамор наверное все таки неплохой город выглядит я просто думал что это когда каменную кладку не ускорю на видите вот у меня еще есть мрамор то есть на нем ускорю каменную кладку нету пресной воды вообще никак то есть туда да так ставить либо сюда город ну чтобы можно было банюк горе да так давайте еще прачника я решил этим прачником к лагерю идти а этими надо как-то исследовать тут ну и дуболомом потихоньку блин а где соседи что-то что-то вообще никого не встретил так пантеон вообще у меня лагерей так раз два три три ну четыре предположим может на лагерей брать что-нибудь на кромлихе неинтересно чет нос чешется так давайте подумаем по поводу артемиды куда-нибудь вот сюда артемида дает счастье за каждую плантацию лагеря пастбища в четырех клетках да раз два три четыре пять шесть нормальненько тут конечно можно будет потом попробовать собор василия блаженного как бы улучшить это место тундры но вообще грустная тут у нас так а чё я стою забыл что я поставил мрамор обрабатывается понятно но не считается что мы на ней каменоломню построили соответственно мы не ускоряем каменную кладку это только меня тут волнует реально где соседи то как ты уже дохрена исследовал вот эта пустыня выглядит что какой-нибудь египет может быть что нам брать в пантеоне соседство джунгли но у нас тут и джунгли то нету чудеса древнего мира античности на болотах оазисах и поймок и рек в пустыне есть оазисы есть болото кстати и поймы рек в пустыне пустынях есть слушайте так вот это госпожа торсника и топе интересное так от рыбацких судов на это собирать буду я не думаю что это интересно культура от пастбищ тоже богиня охоты пищи и производства от лагерей опять же три лагеря мы уже посчитали 4 предположим 4 лагеря все таки поменьше чем я вот вижу оазисов например пустынь и каменоломни нет редкие бонусные ресурсы нет плантации так что по престижу но должно быть немного престижа да знаете госпожа тростников и топи мне нравится давайте вот даже на открытой территории уже сколько болот уже пять болот вот видите тут четыре тут одно пять болот плюс оазисы я уже три вижу не факт что я все не факт что рядом со всеми поставлю и вот здесь я вижу что мне нравится все таки госпожа торсника и топи два производства это очень неплохо да и коряем орошение начинаем до открытия орошения 6 ходов нет манера черепашку тогда обработаем а потом еще одного рабочего ну кстати у нас три ресурса роскоши рядом со столицей тоже неплохо блин не может ли вы такого бы что мы одни на континенте тут вообще он огромный такой это же это заселять не все могу где где гэшки вообще начнем даже с этого не то что соседи мы еще ни одна ни один город государства не не встретили ни одного города государства не встретили то что дорога есть вообще офигительно так у следующего поселенца мы тоже наверно купим галеру не хочу давать может еще строителя как ни странно по пустыне какой прачники себе представляю закутавшись в одеялко не по пустыне по тундре по снегам холодно ведут котики кстати у нас а это прачники тут это же не скаут котики у нас вот тут блин в половину размера человека приносит котики акселераты ну римские римские наедая на врага блин тут еще куча лагерей на лагерей брать я вот думаю калечимся не не покалечимся а пока лечимся калечиться нам не надо так блин я хочу реликвию население тоже неплохо блин ну что мы тут одни что ли хоть я думаю будет атаковать медиа лан но я наверно единственный вот бог царь поменяем просто на производство пансион у нас взят так уже пять с половиной жилья даже до четырех можем спокойно расти то есть вот это вот все можно заселять спокойно все побережье с явно будет морская цивилизация так мы можем так и в тем не в нам надо лагерь забирать нам надо лагерь забирать так пока раннюю империю ну этот и руинку забирать ну ладно меня еще лагерь меня даже ну блин что ты тут встал мне больше не даже не тоже другие государства не встречаю а то что ни одного города государства нету вот это интересное интересный поворот как так кого рим будет своими вассалами делать есть орошение прин еще копье прется и но нам наверно надо в городе стоять надо подводить дуболома чтобы силу городу вы сейчас копье больно ударит по городу еще население дали так гэгэшку встретили усыди как далеко вон чита границы не мы не одни египет причем кажись или вавилон кстати либо египет ли вы либо вавилон ну слава богу ну чё так далеко да ну тут точно мы в темном веке уже не сможем остаться кстати а почему нам добавился мрамор если у нас каменоломни не открыты в шестерке сразу добавляется что ли в пятерке надо было тихо открыть блин стоит ли мне религию еще пытаться тут делать интересный вопрос но я бы стрельбу из лука открыл вот этот вот это копье меня беспокоит он не прятал не проатаковала хорошо если тут еще где-то лагерь или это скаут с этого лагеря так ну давайте встретим к нам тут арма не дает подойти к соседу в розетте если розетта то это египет значит хотя блин ну розетский камень это же египетская фигня причем интересно что нам об этом сообщает хотя мы египет не встретили еще забавно так тут мы апельсинки делаем отлично 4 довольства ну кстати можем попробовать храм артемиды тогда два хода до открытия прачники у нас есть может давайте амбар и после амбара начнем уже тут два заряда это нам надо рыбу обработать я так думаю а последним зарядом вырубим рыбу и так я так думаю соберем или как правильно сказать торгов давайте наверно амбар чтобы рим мог еще больше расти вот эти 19 вообще 20 будет когда вылечиться полностью и отсюда надо уже апать в лук в лука и стрелять ну короче у нас по ходу вот это вот вся территория наша египет клеопатра но это логично рядом с юлием цезарем его любовница мать его ребенка с радостью примем гости обидос так это не розетта обидос а чё там сообщил вы тут что ли розетта губернаторский титул заранее даль ну пока старт вроде ничего магнуса берем вы под ним как раз собирать она пока постою здесь а по жидку него наверное кстати по лесам холмов ускать и маловато по лесам возьмем поехали эту рыбку обработаем а эту соберем но когда магнус уже будет время я так считаю давайте лучше так же амбар быстрее не строится вот то что рим вырастет быстрее это точно сейчас больно должен ударить по прачнику но надо лагерь этот забирать меняемся местами этого апаем в лучника так и все здесь блин а нам тут не убьют этого прачника то эти может на месте постою так ускорили навигацию по звездам в принципе неплохой старт мне наши но она не супер-пупер да но она просто хорошая то есть мне нравится что если может быть жалко что какие-то соседи далеко и городов государств один мы никак даже политическую философию не можем ускорить что за фигня блин строителя надо раннюю империю открыть конечно вообще наверно амбар давайте везде большая нехватка жилья намечается и тут стоим ждем три хода до прибытия магнуса еще один лагерь к нему бы конечно пойти я думаю что есть еще года даже если кто-то появится я его забираю то есть это еще один так имеет ли смысл сейчас на поселенцев ставить я думаю да и кстати я не сейчас покупаю а ведь и повышаю до снабжения надо дождаться два хода чтобы прибыл магнус поэтому мы два хода ждем деньги у нас еще на одного есть 290 на второго на третьего еще не будет правда вопрос ставить или карточку на поселенцев может ставить и строить или все-таки артемиду здесь мне тут хочется конечно артемиду 12 ходов а на чудеса карточка далековато да он по моему даже не здесь где-то хотя где карточка на чудеса вообще в это время что а вот трудовой повинности да район я тут еще не строю даже не знаю надо ли мне священ священки строить понятно что в гавани надо идти блин а может не собирать тогда эту рыбу тут такая такое соседство будет для гавани сюда гавань знаю предположим сюда промышленную тогда или нет или кампус если промышленную то венецианка тут возможно надо думать короче здесь еще блин не хочется рыбу собирать перехотелось может пойти тогда пока вот этот рис улучшить так классная клетка ну соответственно тут тогда краба может не собирать потому что и здесь тогда будет соседство на плюс 3 просто это производство понимаете это все еще плюс производства хочу артемиду не могу с собой поделать 12 ходов долго но не факт не очень компьютер любит артемиду строить потому что его не часто место есть и он 0 и соответственно он в нее не спешит так а давайте наверное железо откроем чтобы понять будет у нас легионы или нет все он не спешит там обработать на это наверно не убираю пока ничего создание строительство создание строительство создание строительство и на тоже не буду ставить я пока производство больше нравится так что думаю либо stonehenge либо бассейн бассейн обычно стон хэш кстати построили висячие сады висячие сады до любят висячие сады компьютер побыстрее построить ну трудовую повинность придется так открывать как бы нам еще города государства какие найти вроде с одной стороны хорошо да такая довольно приличная территория с другой стороны как то пусто на этой территории прибыл магнус покупаем поселенца который соответственно не убирает ведь этот житель сколько следующий стоит 370 но если мы заберем этот лагерь и нам еще и на следующего хватит купить кайф лагерей больше не появляется до того гонконг мы встретили чуть и я так отлично гонконг эти хорошая хорошая гэгэшку уничтожит а он пост о как раз будем заниматься представитель городских проектов увеличивается на 20 процентов то есть для концовки игры крутой гонконг идем с разбираться египетский разведчик нас разведует так обходим этого дуболома у нас более важная цель это лагерь сам лично не делал кати может вырасти пока так мне надо в гавани гавани это это еще астрологию но мы железо сейчас откроем и реально пойдем так откроем шифт из не всегда срабатывает и идем в гавани окно этот явно сюда ставим следующий купим сюда по поведем так есть амбар торговца ну наверно торговца дороги тут так у нас прокладываются за счет способности так сильная засуха за счет способности да ладно собрали кто-то забрал мой лагерь неизвестный игрок и кстати им никто не получил еще дополнительный то есть походу гонконг сам зачистил лагерь и туда сейчас кто-то еще у нас есть в соседях на континенте блин ну вот не купим значит придется строить производства то я вижу маловато у нас на всей этой территории так тут еще могут больно ударить отойду лучше я бы наверно в рим вернулся так и так пока да мы в курсе что сильная засуха блин а где железо подождите ладно лошадей но мне железо надо для моего уникального юнита а есть какой-то раз то а ну ладно что то есть прикиньте я бы сейчас без железа сидел вот единственный этот скаут с какого лагеря здесь конечно он вот с этого лагеря туда дошел так стоим в защите 5 мин анки стоун хэнш еще никто не построил тоже вот с не не даже не сон конечно большой бассейн вот его любят компьютер побыстрее строить так там египет заселяется мне пофигу куда свалил скаут варварский вот куда он идет не жили вот тут где-то лагерь убился дуболома дуболома наверное из ареции отправлю тут медиалан и рим уже нормально выросли а вот ареции бы не помешало подрасти астрологии один ход по религиям еще ни одной религии не взято но четверть не трое трое уже делают до 2 ученых взятая а а и религии вообще 7 то есть в принципе мы не должно хватить но непонятно где священочку ставить может соседств у нас никаких не предвидится здесь то есть только если в ромашку куда-то походу вот сюда надо то есть вместо пшенички ну я бы тогда вот так предполагал что сюда все таки промышленную зону и соответственно ну либо стены сюда чтобы не убирать не убирать рыбу вот сюда на венецианку где она вот она так ну и здесь знаю конч сюда например священку сюда сюда кампус сюда еще одну промышленную зону либо там промышленная зона будет может тут кампус вот для этого для рима и соответственно сюда священка для рима так ну а тут для для второго города для еще города которых здесь будет стоять пирамиды неужели не не а кстати у меня есть такой вот мод еще так но это мы не будем менять опять же не не меняем хотя 15 процентов три хода осталось вот такой мод есть правда немножко читерский потому что он показывает что кто-то еще например строит чудеса вот это мне кажется стоит убрать чтобы не показывало что строится видите неизвестный игрок строит мачу пик сейчас окраситесь это читы в том плане что ты получается ну можешь не тратить производство шумя так что это выключу а так можно посмотреть вот тут неизвестные построили чудеса да надо сюда сходить посмотреть что тут надеюсь для меня это буря не дойдет а нет вот скал наверно все-таки с этого лагеря был я думаю там можно не не беспокоиться так слушайте так мы тут в итоге ничего не собираем получается может мне магнуса пересадить его надо будет пересадить вот в этот город а пока возьмем наверное лян кстати в медиалан лян в медиалан и пошли политическую надеюсь что я третий город встречу пока видите не строю поселенцев надеюсь на покупку еще одного ну арте я как артемиду дострою я начну строить что тут как как-то место так до хрена да и тут кто-то еще явно должен быть по что в гонконг неизвестные под влиянием неизвестного а кстати клеопатерская со сколькими еще с двумя с одним из которых у нее война надо помочь клеопатрия блин 32 культуры уже свинков своих там понаставил или что там ей культуру дает ну и начинается новая эпоха античность начало по моему интересное продолжение античность уже в следующей серии спасибо что смотрите напоминаю что спонсоры канала уже могут продолжение поискать в плейлисте ссылка в описании в прикрепленном комментарии спасибо что поддерживаете канал в это трудное время для всех остальных оно появится завтра ну и не забудьте поставить лайк написать комментарий все таки посмотрели всю серию видимо вам было интересно и как нибудь тоже финансово поддержать ссылка в описании в прикрепленном комментарии там paypal криптовалюты и прочее 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 на этом все играйте в умные игры слава беларуси живи украина всем пока я алексей халецкий тот кто сделал это видео лайк комментарий подписка возможно супер спасибо и спонсорство спасибо за поддержку до следующих видео до новых встреч